Здравствуйте друзья! Мы сегодня начнем с чтения одного известного эпизода Библии, который записан в первой главе Евангелия от Марка. Здесь рассказывается как однажды Иисус пришел в синагогу города Капернаума и вот как евангелист Марк описывает то что там произошло. «И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал «Оставь что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас, знаю тебя кто ты, Святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря «Замолчи и выйди из него!» Тогда дух нечистый, сотрясший его, и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Интересный эпизод, не правда ли? Во-первых, на что я лично обратил внимание, первое, Иисус вошел в синагогу, в которой он проповедовал силой и властью. Второе, обратите внимание на то, как нечистый дух противодействовал этой проповеди Христа. Что кричал этот дух, и через кого он кричал эти слова? Что кричал этот человек, одержимый бесом? Он кричал «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас!» Скажите, разве Иисус пришел губить людей? Не пришел ли Он спасти людей? Конечно же Иисус пришел для того, чтобы спасать людей. Почему же нечистый дух кричал Иисусу «Ты пришел погубить нас!» Почему дух кричал именно эти слова? Дело в том, что нечистый дух, как в прошлые времена, так и в наше время, всегда пытается отвратить людей от того, чему учит Иисус. Для этого сатана и его подручные всегда извращали слова и действия Христа. И поэтому нечистый дух, который был в этом человеке в синагоге, он противодействовал работе Христа и кричал «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас!» И дальше, что дух сатаны добавил, какие слова он произнес? Он сказал Христу «Знаю тебя, кто Ты, Святый, Божий, Божий». Вас ничего не удивляет в этих словах. Фактически бес здесь признает Иисуса Святым Божьим. Он сказал «Знаю тебя, кто Ты, Святый, Божий». То есть в одно и то же время бес признал Христа Святым и Божьим и тут же бес кричит через этого человека «Ты пришел погубить нас!» Этими словами нечистый дух фактически представил в извращенном свете и характер Христа и миссию Христа спасать людей. Но еще на один момент я хочу чтобы мы с вами обратили внимание на то где происходили эти события. Здесь написано «И приходит в Капернаум и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил». И так Иисус вошел в синагогу. Или на современном языке скажем Иисус вошел в молитвенный дом адвентистов седьмого дня того времени где люди собирались для молитвы и для поклонения Богу. И вот в этой синагоге в этом молитвенном доме был человек который был одержим бесом. Но возможно некоторые из вас скажут «А что разве бесы не боятся приходить в молитвенный дом?» А я думал раньше что если я буду посещать молитвенный дом то это меня уже автоматически защитит от бесов. Оказывается что нет друзья. Посещение молитвенного дома не защищает от бесов. Бесы во времена земной жизни Христа успешно посещали места поклонения где люди молились Богу и в наше время нечистые духи точно также посещают места поклонения. Бесы свободно посещают молитвенные дома. Они приходят туда вместе с теми людьми которых им удалось завоевать. Они живут в этих людях и эти люди сами того не осознавая открывают рот и говорят такие слова которыми они пытаются разрушить работу Божью. Все происходит по той же схеме как это происходило тогда в синагоге города Капернаума. И что же произошло здесь дальше. Как оканчивает этот эпизод евангелист Марк. Здесь написано. Но Иисус запретил ему говоря замолчи и выйди из него. Тогда дух нечистый сотрясший его и вскричав громким голосом вышел из него. Во первых обратите внимание на то что Иисус запретил бесу говорить. Иисус сказал замолчи. Знаете некоторые люди обижаются на наш канал. Они нам пишут зачем вы удалили мой комментарий. Это не честно. Почему вы не даете мне высказаться. Друзья не обижайтесь на нас. Мы не можем некоторым из вас дать высказаться. И причина состоит в том что в ваших комментариях содержатся ложные учения. Как мы видим из этого эпизода Иисус тоже не всем и не всегда позволял высказываться. Мы с вами только что прочитали то что сказал Иисус. Он сказал замолчи и что еще и выйди. Почему? В Библии вы найдете несколько таких мест когда Иисус запрещал говорить человеку и бесам которые говорили через этого человека. Иисус не всем разрешал комментировать. И в этом случае в синагоге Иисус сказал бесу. который использовал уста этого человека Иисус сказал замолчи. И второе что мы видим в этом эпизоде бесы признали власть Христа. Иисус повелел бесу выйти и без каких либо пререканий бес оставил свою жертву и вышел из этого человека. И в 28 стихе написано и скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. В этой синагоге произошло маленькое сражение. Маленькая битва между Христом и бесами. И кто выиграл эту битву? Эту битву выиграл Христос. В результате того что произошло в этой синагоге в городе Капернауме молва об Иисусе разошлась как далеко. Молва разошлась по всей той местности. По всей окрестности Галилеи. То есть нечистый дух привел этого человека в эту синагогу. Нечистый дух кричал через этого человека пытаясь извратить характер Христа и представить Иисуса перед всеми как того который пришел губить. Но в результате на чьей стороне оказалась победа в этом эпизоде победил Христос. Друзья осознаете ли вы тот факт что мы с вами служим такому Богу который никогда не проигрывает. Тот Бог которому мы служим из 10 боев выигрывает 10. Из 100 боев он выигрывает 100. У сатаны в этой схватке со Христом нет ни одного шанса. Нет ни одного шанса из миллиона и нет ни одного шанса из миллиарда. Даже если иногда нам кажется что Бог проиграл поверьте это нам только так кажется. Бог никогда не проигрывает. Когда Иисус висел на кресте многим показалось что Иисус проиграл эту битву и ученикам как раз так и показалось. Ученики в этот момент должны были радоваться но они были в страхе и в печали. Помните что говорили некоторые из учеников которые шли со Христом по дороге в город Эмаус. Они тогда сказали Христу у них глаза были удержаны они не знали что это Христос и они с ним разговаривали как с обычным человеком. И вот они ему сказали. А мы надеялись было что Он то есть Христос есть тот который должен избавить Израиля. В их голосе слышалось разочарование и печаль. Мы надеялись но наши надежды не оправдались. Друзья нам нужно это очень хорошо запомнить. Бог в которого мы с вами верим никогда не проигрывал в прошлом и в будущем никогда не проиграет ни одной схватки. О Христе в книге Откровения написано. Они будут вести брань с Агнец. И Агнец победит их ибо Он есть Господь Господствующих и Царь Царей и те которые с ним суть званые и избранные и верные земные власти соберутся вместе и будут воевать с Иисусом. Но что уже заранее написал Иоанн две тысячи лет тому назад он написал Агнец победит их здесь нет никаких сомнений Иоанн не пишет Агнец может быть победит их он пишет прямо и конкретно Агнец победит их он с полной уверенностью это пишет нам с вами уже заранее известен и объявлен исход этой войны мы видим то что сейчас происходит мы видим что тучи сгущаются на горизонте во всем мире мы видим что многие земных правителей находятся под влиянием того же самого духа что и одержимый в этой синагоге в городе Капернауми эти правители под влиянием сатаны издают такие законы чтобы погубить побольше людей но пусть вас не пугает то что вы видите своими физическими глазами если вы посмотрите вашим духовным зрением на то что происходит то ваша вера позволит вам увидеть то как все эти люди которые нам сейчас кажутся очень сильными очень страшными и ужасными однажды эти люди будут полностью обезоружены они будут полностью подавлены обескуражены и полностью бессильны они будут в числе проигравших весь этот закрученный сюжет который сейчас закручивается в мире вы понимаете о чем я сейчас говорю и весь этот закрученный сюжет будет однажды развязан придет время иисус произнесет последнее слово для этого мира это слово совершилось и конфликт будет окончен окончен навсегда иисус опять одержит полную победу в этом конфликте но возможно вы спросите но если сатана знает что бог все равно победит зачем же он тогда воюет против бога друзья дело в том что вся борьба происходит за нас с вами война происходит вокруг одного вопроса кто будет управлять нашим разумом исход этой борьбы зависит не от бога и не от сатаны исход этой борьбы зависит только от нас с вами мы не можем сражаться с сатаной своими силами но мы можем выбрать и мы можем попросить бога сражаться за нас и освободить нас как это сделал этот одержимый в синагоге и бог сделает это как он сделал тогда он сделает это и сейчас для нас и сделает он это с удовольствием но есть еще кое-что на что я хотел бы обратить ваше внимание этот человек из которого кричал нечистый дух он кто этот человек и откуда он этот человек раз уж он пришел в синагогу он был иудеем переведя на наш язык мой поймем что этот человек был адвентистом седьмого дня того времени скажите а что разве в адвентистов седьмого дня бесы тоже могут входить разве то что человек однажды принимает крещение разве это не гарантирует что он впредь всегда до конца своих дней будет находиться под влиянием духа святого и бесы будут обходить его стороной друзья то что вы принадлежите к народу божьему по документам то что у вас есть свидетельство о крещении это вам нисколько не гарантирует того что вы будете всегда автоматически находиться под влиянием святого духа и то что вы вчера находились под контролем святого духа не гарантирует вам что сегодня вы тоже будете находиться под влиянием духа божьего дело в том что вокруг нас с вами ежедневно ежечасно происходит борьба эта борьба невидимая иисус однажды сказал одну фразу Она кое-что объясняет в нашей сегодняшней теме. Послушайте, это очень важно. Иисус сказал, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и войдя, живут там, и бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Иисус окончил эту фразу, вот этим предложением. Так будет и с этим злым родом. Обратите внимание, Иисус здесь объяснил, по какой схеме работает сатана с людьми. Первая фраза звучит так, когда нечистый дух выйдет из человека. Нечистый дух может выйти из человека только в одном случае, если Бог его оттуда прогонит. Итак, человек освобождается от влияния сатаны. Но скажите, оставляет ли сатана попытки вернуться назад и захватить то, что ему раньше принадлежало? Захватить этого человека? Иисус дальше здесь говорит о том, что предпринимает дух сатаны. Он ходит где? Он ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. А какие-то безводные места, по которым ходит изгнанный из человека нечистый дух? Вода это символ чего? В Библии это символ святого духа. Вода это символ святого духа. Иисус этими словами хотел сказать, что изгнанный из человека нечистый дух ходит там, где нет кого? Ходит там, где нет святого духа. Но что дальше Иисус здесь говорит? Что нечистый дух дальше что делает? Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. Видите, сатана претендует на человеческое тело. Он называет тело человека своим домом. И что дальше говорит Иисус? И придя, находит этот дом каким? Не занятым, выметенным и убранным. А почему дом, то есть тело человека не занято? Кем оно должно было быть занято? И почему оно никем не занято? Ответ простой. Мы можем находиться под влиянием только одного из двух духов. Либо это дух Божий, либо это дух сатаны. Если мы с вами не поддерживаем связь с Богом и отвергаем один из пунктов его истины, то дух Божий отходит от нас и его место занимает дух сатаны. Иисус говорит, тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и войдя живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Что фактически здесь хотел объяснить Иисус иудеям и нам с вами. Иисус сказал, если вы не будете заботиться о том, чтобы дух святой был с вами, то он отойдет от вас, он уйдет и его место займет дух сатаны. В другом месте Иисус сказал следующее, он еще больше объяснил этот вопрос. Он здесь сказал, все оставляется вам дом ваш пуст. Что это означает? Это означает, что дух святой, которому вы так долго сопротивлялись, вас окончательно оставил, и сатана возьмет над вами полную власть. Я хочу вам напомнить, что эти слова были сказаны, как иудеям времен Христа, так и нам с вами. Мы с вами также находимся в той же самой опасности, что и они. Дом нашего сердца может оказаться пустым, потому как мы на протяжении долгого времени боролись против Святого Духа, не желая ему подчиняться. Это очень серьезное предостережение, друзья. Вы знаете, что предсказал Иисус, и что должно было произойти с организацией церкви адвентистов седьмого дня того времени. Давайте прочтем об этом. Здесь написано, Иисус сказал, ибо где будет труп, там соберутся и орлы. Кто этот труп, это то, во что в конечном итоге превратилась иудейская церковь того времени. Апостол Яков пишет о человеческом теле. Тело без духа мертво. Труп, вокруг которого соберутся орлы, это символ церкви, которая отказалась от Святого Духа, и которую Дух Святой оставил. Скажите, разве эта фраза, ибо где будет труп, там соберутся орлы, была сказана только той церкви, или это сказано и нам с вами? Это было сказано и нам с вами. В результате проповеди трехангельской вести в церкви адвентистов седьмого дня образуются два класса людей. Одни будут находиться под влиянием Святого Духа, а другие будут находиться под влиянием нечистого Духа. Этот второй класс и назван трупом. Именно о втором классе Иисус и сказал, ибо где будет труп, там соберутся орлы. Наверное, сейчас пришло время познакомиться чуть подробнее, поближе с историей этого человека из синагоги в Капернауме, что с ним такое произошло в жизни, что он вдруг попал под влияние духов сатаны. В Библии не рассказываются подробности жизни этого бедного человека, а вот в некоторых книгах, написанных Эллен Уайт, Дух Святой объясняет причину, как этот одержимый дошел до такой жизни. Что с ним произошло? Давайте откроем одно из таких описаний, которое находится в книге «Воздержание». Эту книгу написала Эллен Уайт. И вот что здесь написано на 122-й странице. «Причина несчастья бесноватого также коренилась в его образе жизни. Он был пленен греховными наслаждениями и думал устроить из своей жизни большой непрекращающийся праздник. Невоздержание и легкомыслие извратили благородные черты его характера, и сатана полностью обладел им. Раскаяние пришло слишком поздно. Он уже был готов пожертвовать своим богатством ради обретения утраченного достоинства, но оказался абсолютно беспомощным в тисках лукавого». Итак, как вы ответите на вопрос, какова причина, почему сатана вошел в этого человека? «Причина несчастья бесноватого, пишет Эллен Уайт, коренилась в его образе жизни». Какой образ жизни вел этот человек? Он был пленен греховными наслаждениями. И когда этот человек уже понял, что находится под контролем силы, которая сильнее его, он хотел освободиться, но не тут-то было. Сам он уже освободиться не мог. Я хочу обратиться к тем, которые чувствуют, что попали в подобную зависимость от сатаны. Они осознают, что находятся во власти демонов. Сами освободиться они не могут. Библия говорит, что сами вы не сможете освободиться от духов сатаны. Только Христос силой Святого Духа может вас освободить. Послушайте то, что Вестница Божия пишет об этом. И однако же положение такого человека не безнадежно. Бог не управляет нашим сознанием без нашего позволения. Но каждый человек свободен в выборе власти, которой он предпочитает покориться. Вы слышите, друзья? Если у вас подобные проблемы, то это касается и вас. Бог говорит вам. Ваше положение не безнадежно. Пока еще не безнадежно. Бог может вас освободить. Обратите внимание, все, что мог прокричать этот бесноватый, это только какие-то злые слова в сторону Христа. Нечистый Дух овладел голосовыми связками этого человека. Человек хотел попросить Христа освободить его от этого бесовского духа. Но вместо этого из его уст вышли другие слова. Этот человек кричал Христу, оставь нас. Но Христос слышал мысли в его сердце. В своем сердце этот человек умолял Христа освободить его от бесов. Ален Вайт так пишет об этом. Никто не пал так низко. Никто не грешен до такой степени, чтобы не найти избавления во Христе. Бесноватый вместо молитвы мог произнести только слова сатаны. И все же невысказанная мольба его сердца была услышана. Ни один крик нуждающейся души, пусть даже не выраженный в словах, не останется неуслышанным. Все, кто согласен войти в завет с Богом, не останутся во власти сатаны или своего собственного слабоволия. Друзья, возможно, это благая весть именно для вас сегодня. Бог знает мысли в вашем сердце. Он может вас освободить. Но нужно ваше желание. Может даже и невысказанное, но желание вашего сердца освободиться от бесов. Иисус всесильный Бог. Он может вас освободить. Все зависит от вас. Теперь вам будет понятно, почему Иисус, находясь на горе Леонской, обозревая город Иерусалим, заплакал о нем. Всесильный Иисус плакал от бессилия спасти жителей этого города. В данном случае бесноватый синагоги Капернаума находился в куда более выгодном положении. Бесноватый желал освободиться, но жители Иерусалима не осознавали своего положения и в сердце очень высоко думали о себе. Они находились в самом безнадежном состоянии. О них можно было сказать, ибо ты говоришь, я богат, я разбогател, и я ни в чем не имею нужды. Друзья, это самое безнадежное состояние, когда человек думает, что он уже ни в чем не имеет нужды. Бог не может помочь таким людям, потому что они его ни о чем не просят. Они его не просят о помощи. Иисус, смотря на свой избранный народ, плакал от бессилия. Иисус понимал, что вся эта масса народа быстро идет к своей погибели. Иудеи при внешней набожности внутри находились под контролем сатаны. Огромные массы народа были одержимы бесами. Вот какая картина предстала перед взором Христа. И к этому же состоянию быстро идет весь наш мир. И к этому состоянию быстро идут многие из церкви адвентистов седьмого дня. Элен Вайт в книге «Великая борьба» пишет, к чему пришли иудеи, которые упорно сопротивлялись святому духу и которые не желали покориться Христу. Здесь написано в этой цитате, коротенькая цитата, здесь написано, «Страх Божий больше не смущал их. Весь народ», здесь пишется об израильском народе, «Весь народ подчинился сатане, гражданская и духовная власть находились под его контролем». Вот к чему придет история планеты Земля. Как гражданская, так и духовная власть на нашей планете будет находиться в конечном итоге под контролем сатаны. Вот что написано в вести четвертого ангела. Это та весть, которую мы называем громким кличем. Здесь говорится следующее, к чему приведет весь наш мир. Здесь написано об ангеле, он воскликнул сильно, громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Только когда Дух Святой полностью оставит отступившие церкви, только когда отступившие адвентисты седьмого дня вместе с отступившими протестантами и вместе с отступившей католической церковью дойдут до такого состояния, что о них можно будет сказать, что они сделались жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, только тогда отступивший адвентизм полностью и окончательно примкнет к Вавилону и станет его частью. Это окончательное падение Вавилона произойдет только после декрета о воскресном дне. Сейчас еще нет. Сейчас еще мы не можем сказать, что церковь адвентистов седьмого дня сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу. Весь мир движется к этому, но сейчас еще нет. Друзья, я хочу сразу сказать, чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий. Каждый, кто примкнет к Вавилону, в итоге получит 7 последних язв и погибнет навсегда. У таковых не будет ни одного шанса спастись от возмездия Божьего. Это не я говорю, об этом говорит Библия. И давайте в конце этой темы прочтем то, что написано в трудах духа пророчества. Знаете, многие и в мире, и в церкви адвентистов седьмого дня борются с этими трудами. Они нападают на Эллен Вайт, которая писала эти труды. А ведь эти труды как раз и были даны для того, чтобы нас с вами предостеречь и освободить от власти сатаны. Освободить как внутри, так и извне. Итак, здесь в этой цитате, на которой мы с вами окончим эту тему, в этой цитате написано следующее. Мы не в состоянии осознать, насколько обязаны Христу за тот мир и покой, которые нам дарованы. Лишь сила Божья сдерживает сатану и защищает человечество от его всевластия. Непокорные и неблагодарные люди имеют довольно много причин быть признательными Богу за его милость и долготерпение, проявляющиеся в обуздании жестокой и злобной силы дьявола. Но когда люди переступают границы божественного терпения, он, то есть Бог, лишает их своего покровительства. Бог вовсе не палач, выполняющий приговор, вынесенный грешнику. Тех, кто отвергает его милость, он предоставляет самим себе, то есть позволяет людям пожать то, что они посеяли. Каждый отвергнутый луч света, каждое непринятое предостережение, каждое нарушение закона Божьего, каждая взлеленная страсть – это посеянное семя, которое обязательно принесет свой плод. Аминь. О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Это слова Христа об Иерусалиме, а вернее о людях, которые считали, что владеют истиной. Но слова Спасителя предельно ясны – погибнете! Вам нет дела до Сына Божьего! Почему это произошло? Потому что не были приготовлены, поскольку не узнали время посещения их Богом, время которому не придали значения, ели, пили, женились, просто жили. И этого оказалось достаточно, чтобы услышать из уст Спасителя, который пришел спасать приговор. Знаем ли мы, в какое время живем? Придаем ли значение этому времени? Слышим ли голос Спасителя, обращенный лично к нам? Отвечаем ли ему? Или, быть может, как те иудеи, две тысячи лет назад думаем, что у нас все хорошо, что мы достаточно образованы и вполне мудры, чтобы отличать зло от добра, а истину от заблуждения? Возможно, мы даже посещаем церковь, соблюдаем праздники и стараемся жить честно, насколько это возможно. Если так, то что мы ожидаем услышать от Спасителя, если прямо сегодня Он вернется, как и обещал? Что Он скажет, обозревая уже наш город, как когда-то Иерусалим? «Великая борьба» — это книга, которая раскрывает перед нами грандиозную панораму глобального обмана. Обмана, автором которого является князь зла, а исполнителями те, кому мы привыкли доверять. Обмана, который призван усыпить бдительность людей, чтобы они думали, что знают истину, чтобы верили, что поступают правильно, чтобы надеялись получить спасение за добрые дела и многочисленные обряды. Эта книга, опираясь на исторические факты и библейские пророчества, ясно показывает, что великая духовная борьба, начатая еще на небесах, никогда не прекращалась, и нынешняя самонадеянная религиозность людей, как и тогда, 2000 лет назад, всего лишь ловушка, цена которой — смерть. Книга «Великая борьба» поможет принять решение стать на сторону истины, узнать все о прошлых временах, верно оценить настоящее и приготовиться к будущему, торжественному времени великого посещения Богом нашего мира. Христос грядет! Ссылки на книгу в текстовом и аудиовариантах можно найти в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok